Йоу-йоу-йоу! Привет, мой дорогой зритель! Меня зовут Павел Цибуляк, а вы на канале Тупой Комяк. Российский интернет вот уже несколько дней будоражит новая тема про то, что Государственная Дума одобрила новые ограничения для дольщиков. Получается, что теперь у дольщиков забрали право не принимать квартиру, если в ней обнаружены несущественные недостатки. Если в помещении есть недостатки, которые не помешают вам, как дольщику, там жить, значит вы должны, обязаны принять это помещение и заткнуться. А еще совсем недавно, когда дольщик обнаруживал все недостатки в своем помещении, он просто легко и непринужденно говорил, заявлял об этом застройщику. И второй, в свою очередь, незамедлительно, си же день, сию же минуту принимался к исправлению недостатков и в кратчайшие сроки все исправлял. Все, что я говорил, я напиздел? Считайте враньем. Конечно же, это все совершенно не так. Да, дольщики имели такое право не принимать квартиру, если там какие-то недостатки, но застройщики никогда ничего не переделывают. И в итоге дольщик по истечению там трех месяцев принимал всю ту же квартиру, все с теми же недостатками. Лично я уже много лет занимаюсь вот этим вопросом, я помогаю дольщикам принимать новостройки и твердо убежден, что единственный верный и выгодный формат взаимодействия с застройщиком, это взыскивать деньги за все недостатки, которые обнаружены в вашем помещении. Я считаю, что не нужно в таком формате отдавать вот эти им недовольные претензии и ждать непонятно чего по несколько месяцев. Не надо. Застройщик ничего не переделает. Это факт. Ну а если вы не верите мне, спросите у любого другого эксперта в этом рынке, кто помогает также принимать новостройки. Спросите, и они тоже вам скажут, что не было еще такого случая, чтобы застройщик взял и все переделал. Максимум, что они сделают, ну это прикрутит один из трех болтающихся наличников. Ну все то, что вот на поверхности очень быстро еще решается. Они ни за что вам не поменяют весь этот кафель, потому что его надо заказывать такой же, а его нет в наличии, а у них давно уже кончился. Застройщик ни за что не выровняет стены кривые, ни за что не переделает стяжку. Все самые основные существенные моменты они ни за что не будут делать. Это факт. Когда вы отдали им претензию и ждете, чтобы вам что-то переделали, вы просто ждете. Вы бы могли пользоваться своей квартирой, но в это время вы просто ждете не пользоваться этой квартирой. А могли бы принять квартиру, несмотря на все недостатки, сделать экспертизу и через суд взыскать за все эти недостатки с учетом различных штрафов и неустоек. К сожалению, не все дольщики этого понимают и все время всегда чего-то боятся. Как вы уже поняли, я тоже на стороне вот этих вот поправок. Я тоже считаю, что не нужно давать шанс дольщикам не принимать квартиру с недостатками. Ну а кроме того, лично моя работа, лично мой заработок, мой хлеб, это когда я помогаю дольщику обращаться в суд и взыскивать застройщика деньги за все эти недостатки. Не переделывать недостатки, а взыскивать. Поэтому, собственно, это моя стезя. Да, вы правы, в этом всем виноват я. Я решил к этому вопросу подключить всех своих знакомых и друзей, лояльных депутатов и лояльных застройщиков. Да, все вот эти вот поправки, которые сейчас все обсуждают, пролоббировали мы, я и мои друзья. Мы старались, чтобы запрет звучал так. Дольщик не имеет права отказываться от приемки квартиры, даже если в ней есть недостатки. Все для того, чтобы у дольщиков не было вариантов и они обращались ко мне и взымали за эти недостатки компенсацию. То, чем я занимаюсь. Пиздобол! А теперь, серьезно, спасибо всем тем людям, которые скидывали мне эту новость, просили какие-то комментарии. Так я понимаю, что вы готовы к альтернативному мнению и не особо доверяете тем новостям, которые тиражируются в говносми. И для того, чтобы разобрать эту тему наверняка, ну вот прям, чтобы понимали все точно, мы должны понять общие правила федерального законодательства касательно вот этой вот темы. И учтите, нет, нет таких правил, прав, норм, которые бы позволяли продавцу, застройщику, исполнителю вот просто взять и продать вам какой-нибудь старый, плохой, тухлый, поцарапанный, поломанный товар под видом нового, невзирая на какие-либо претензии. Таких норм, таких законов нет. Есть закон о защите прав потребителя и 18-я статья. 18-ю статью пока еще никто не отменял, поэтому она действует. Там указаны основы, если товар плохой. Четко указано, что вы можете потребовать безвозмездного устранения недостатков. Еще у нас есть 214-й ФЗ, как раз на основании которого продают всем нам вот эти вот злосчастные новостройки. Статья 7, пункт 1. Прямо говорится, что должно быть отличное качество, которое соответствует техническим регламентам и иным обязательным требованиям. Пункт 2 в этой же статье. Говорится, что дольщик имеет право требовать безвозмездного устранения недостатков. Квартира в новостройке считается и товаром, и услугой одновременно. Поэтому, для того, чтобы еще более обширнее понять все это, мы заглянем в гражданский кодекс, что говорится в части приема-передачи услуг. Статья 738, пункт 4. Даже если дольщик отказывается принять квартиру, а застройщик все равно решил ему отдать в одностороннем порядке, то в суде можно доказать, что отказ был обоснован. Для этого достаточно просто провести экспертизу. Шестой пункт этой же статьи дает право обоснованно отказаться от приемки квартиры. То есть, если в квартире есть явные нарушения, которые мешают вам жить, ну, например, нет окон, нету дверей, или там не работает вентиляция, то вы смело можете отказываться. Давайте посмотрим еще одну статью из гражданского кодекса. Статья 720, пункт 5. Если у дольщика нет экспертного заключения, но есть оправданные мотивы отказаться от приемки, а застройщик, в свою очередь, настаивает на передаче квартиры, то можно просто потребовать проведения экспертизы. И оплачивать экспертизу должен застройщик. Если вот так вот подытожить все вот эти нормы, которые я вам сейчас перечислил, то дольщик, естественно, может, имеет право отказываться от принятия квартиры с недостатками. Ну, а теперь давайте же все-таки посмотрим, что же там приняла Госдура в первом чтении. Давайте посмотрим одну из первых попавшихся новостей, которые мне пересылали в социальных сетях. Вот сама новость с громким заголовком. И вот суть послания. Госдума внесла поправки, и теперь дольщик не имеет права отказываться от приемки квартиры с недостатками. Нам повезло, и автор данной новости оставил также и ссылку на сам законопроект. Давайте пройдем по этой ссылке и посмотрим. Проходим по ссылке и попадаем на сайт Государственной Думы, в раздел с самим законопроектом. Пролистываем в самый конец, чтобы найти самый свежий и актуальный текст законопроекта, который, собственно, и одобрили в Госдуме. Нажимаем на него и скачиваем полный текст. Смотрим. Вот название, номер и кто его придумал. Далее листаем вниз и ищем интересующие нас темы. Вот он, этот текст с изменением в 8 статью пункт 5 Федерального закона номер 214. Читаем. Часть 5 статьи 8 изложить в следующей редакции. Участник долевого строительства до подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства вправе потребовать от застройщика составление акта, в котором указывается несоответствие объекта долевого строительства, требованием указанным в части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона. Вот и все. Нет тут никаких запретов. Об этом ничего не говорится. Откуда все это взяли, я не понимаю. Я, конечно, тупой, много чего не понимаю, но вот просто прочитать и понять, что я прочитал, я могу. Давайте все-таки сравним, что было раньше, вот в этой 5 части 8 статьи 214 ФЗ. И что теперь будет. Действительно, видно, если сравнивать, что было больше, стало меньше. Значит, что-то убрали. И убрали как раз ту часть, в которой указывается, что дольщик мог вовсе и не принимать, если найдет какие-то недостатки. Но то, что вот этот момент, вот эту вот саму фразу вот тут не продублировали, это никак не забирает право у дольщика не принимать квартиру с недостатками. Такое право у дольщика есть, исходя из других законных федеральных норм. И я их вам показывал только что. Ну а если вам все равно не верится и вам нужно именно вот в этом 214 ФЗ вот эту вот самую фразу, то держите, пожалуйста, статья 4 пункт 9 ФЗ номер 214. Если ФЗ не регулирует данный вопрос вообще, то нужно использовать закон о защите прав потребителей. Если из закона о защите прав потребителей тоже не регулирует данный вопрос, вот четко так распланировав, что можно, что нельзя, то есть гражданский кодекс. И я вам ссылки также показывал, показывал, что есть права и такие, и всякие, и что угодно. Поэтому все это есть. Этого никто никуда не убирал. Поэтому, дорогие мои, вывод один. Вся вот эта новость сплошной фейк. И я вам об этом говорил еще несколько месяцев назад. Конечно, и тут не все так просто. Вы посмотрите, с какой скоростью они продвинули этот законопроект. С какой скоростью они приняли поправки. И они на самом деле могли бы вот там принять совершенно любые поправки. Даже не такие. Даже такие поправки, что вы вообще не имеете права какие-то претензии говорить. Вам дали квартиру, даже если она разрушена, даже если она без окон и дверей, даже если там нет пола и крыши, вы обязаны ее принять и заплатить деньги. Вот будет такой закон, и его смогут пропустить. И вы, дорогие мои, будете такое иметь. Ничего с этим не поделаешь. А еще у нас есть второе и третье чтения. Поэтому даже если вот эти вот поправки вот сейчас на первом чтении вот так выглядят, то на втором чтении они могут измениться. В третьем чтении они могут еще кардинально измениться. Помните, прямо как и с поправками в Конституцию. Ну а если в этом законопроекте, в этих поправках не будут издеваться надольщиками, то это возможно будет сделать в следующем законопроекте. В следующих поправках. Поэтому я еще раз призываю вас пользоваться своим правом самым выгодным, самым лучшим образом. И забирать от застройщика компенсацию денежную за все недостатки, которые вы зафиксируете на вашем помещении. Пока что, пока что такое право у вас еще не отняли. Поэтому пользуйтесь. Бегите быстрее и пользуйтесь. Даже те, которые получали несколько месяцев назад квартиру, все равно подумайте об этом. Можно все это решить и можно еще наверстать упущенное. А еще я воспользуюсь случаем и обращусь к инвесторам. К тем инвесторам, которые покупают на стадии котлована 5, 10, 20 квартир. Потом по ходу делают какие-то переступки. Или по итогу дождутся сдачи объекта и продают уже там с хорошим наваром в 50, в 100, в 200% другим людям. Обращаюсь к вам. Я и моя команда настолько опытны в этом деле, что мы можем сделать ваш вот такой инвестиционный бизнес еще прибыльнее. Мы сможем провести экспертизу, устроить правильно всю приемку. А вы уже буквально через недельку-две сможете смело продавать все ваши помещения. И не важно, жилое помещение или нет. Мы сможем взять на себя все расходы для организации вот этой такой приемки и проведения экспертизы. А далее за свой счет также направим все в суд и добьемся самого лучшего финансового результата. И мы буквально за полгода выбьем с застройщика все вот эти вот компенсации за недостатки, за косяки, за ваши нарушенные права. И получится так, что вы просто вернете свои зря уплаченные деньги. И ваши инвестиции обрастут еще большей выгодой. И не важно, покупалось ли данное помещение по переуступке или у застройщика. Совершенно не важно. И говорю ко всем, ребята, дорогие дольщики, те, кто участвуют в этом строительстве, кто участвует в таком бизнесе, в таком рынке, не слушайте вы этих горе экспертов или горе юристов. Они даже прочитать не могут то, о чем говорят. Всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, этот ролик был чем-то, хоть чем-то как-то полезен для вас. Поэтому поставьте лайк, рассказывайте всем другим вашим знакомым, особенно дольщикам. Пишите комментарии, если что-то интересно, если что-то не понравилось или понравилось. Ну а в описании к ролику вы найдете ссылки на мои социальные сети, на электронную почту, куда можно обратиться за советом. Советы бесплатно, а конкретные услуги, естественно, за деньги и за хорошие деньги. На этом беседы с батюшкой закончены. Спасибо большое за внимание. Всех благословений вам в дом. И хорошего настроения на все последующие годы и века, и жизни. Йо-мен.